так и чё врубили ты готов готова нормально короче смотри на камеру держи сейчас там пацаны короче прибудут будем снимать но нормально видно да вроде все отлично свет normal порядке не слепит да нет потом у меня проблемы будут короче слушай сейчас пацанчики придут вот конкретные убойные бойцы вот спортивный клуб феникс от ты с камерой тусуйся туда-сюда ну я вам сказал чтобы не боялись двигались и не стеснялись окей окей смотри поаккуратнее блин они короче крутые блин морду набью на раз-два сейчас сейчас говорят через минуту будут так короче у нас не пару вопросов есть санек чего начнёт познакомимся и так далее но наша основная цель и задача сегодня узнать о их них спортивных достижениях и вообще что они представляют себя и в этой жизни чему стремятся так ну чё не обращайте внимание что у нас тут вообще движняк идет у нас рабочая обстановка в магазине вот где эти пацаны пришли это пацаны вы потише здорово как дела нормально вот пришли магазинчик только смотреть познакомьтесь это наш спортивный магазин маленькая реклама big sport спортивный магазин и не маленький ладно ребят пошли погнали короче побазарим на тему присаживайтесь пожалуйста больше чем будет на соревнованиях все мотор включен да да все отлично погнали ребята значит ну что давай сюда представимся вот и вообще я-то знаю кто ты такой и твои регалии твои достижения все остальное все равно немножко тише не перебивала двух словах вообще объясни нашим зрителям кто ты такой саня ты можешь двигаться туда-сюда у нас говорится движуха разрешена вот спортивное у нас направление кто ты такой давай но муральский эдуард игоревич то бишь представители бойцовского клуба феникс на данный момент сам тренирую помимо того что я занимаюсь сам фениксе у крылькова маслом анатольевича сам преподаю под его руководством фениксе и параллельно открыл сейчас свой клуб и тренирую молодых бойцов в городе борисы ну что то получается что ты сам родился вырос вообще в таком городе барана сюда там детство прошло в девять лет начал заниматься спортом непосредственно самбо дзюдо у нас была расположенность название именно вида спорта но это как моя база считается тренироваться у уропаева александра михайловича я первый мой тренер очень благодаренному постоянно созвонимся списываемся с какого возраста вообще начал тренироваться с 9 лет 9 9 а сейчас какой у тебя возраст не девочки не стесняться говорится нету смысла вот кто с тобой я-то конечно знаю кто это вот но хотел бы чтобы вы друг друга представили нашим зрителям кто русский артем один из самых перспективных бойцов то бишь моего клуба именно города борисова он сегодня решил со мной пристите в гости их два брата но двое считается одни сам артем те сколько лет 23 23 с какого возраста не ручь 18 18 летнего возраста и как достижения новости 18 не у меня а с какого возраста вообще начал вот год выступать уже сколько на соревнованиях год выступает только года до этого вообще не выступал ясника ну вот такие вот у нас ты вообще дуард можешь сейчас помнишь ли ты вообще свои ну или самые хорошие такие яркие регалии которые ты достиг за всю свою жизнь можешь перечислить чтобы ну конечно не скромничать не скромничать стал призером чемпионата мира и европы по боевому самбо призером кубка мира по мм а призером чемпионата мира по грэплингу являюсь мастером спорта международного класса по самбо и грэплингу в разделе ги являясь мастером спорта по рукопашному бою по забыл о билл своем мама и мастером спорта россии по боевому самбо то бишь и регалий куча чемпионы республики постоянным становлюсь вот у меня еще есть такая как бы небольшой нюансы я за все чемпионаты республики еще ни разу не проиграл белорусскому спортсмену то бишь рукопашный боя мама грэплинг боевой самбо постоянно держу марку и я уже что-то волноваться на серьезно ребят серьезно ребят я сам спортсмен и тренер вот но таких достижений честно говоря не добивался вот опасные люди показываются у нас нет внизу что знаменитые опасные вот скажи вообще в реальности на данный момент где ты на данный момент сегодняшнего дня тренируешься и тут твой тренер и вообще в каком направлении вида спорта ты преимущественно думаешь двигаться ну какой тебе вид спорта больше сейчас нравится ты столько много рукопашка ммэй грэплинг там я уже даже не запомнил вообще слишком много всего это конечно хорошо универсальный боец тебя надо погоны краповый берет вот его так у всех победишь в какой вид спорта и где ты тренируешься на данный момент какие цели задачи тренирую сейчас в бойцовском клубе феникс под руководство наверно все этого тренера знают карликова максим анатольевича королькова знаете кто королькова на это не единоборец тренируюсь практически все время там но бывает подключаясь к своим парням чтобы тоже они чувствовали рост и чувствовали преимущество это над ней потому что когда они варятся свои каши когда они варятся свои каши это совсем не то когда они чувствуют когда человек превосходит их они начинают расти побыстрее а у тебя ты же говорил тебя свой спортивный клуб ант да ну как ты давно его вообще форму сформировал вот год на достижение где вообще занимаетесь где он находится вообще но он находится городе борисов по адресу улица держинского 42 город борисов улица держинского 42 это прямая реклама до такому мастеру этого вида спорта находимся в дошкольном центре образования детей молодежи как бы там хороший директор нам выделил помещение сейчас вот еще второе помещение нам какого возраста вообще там вообще сейчас тренируем с 12 лет но в планах с мая начать тренировать четырех лет набрать детей для развития то бишь подготовки их более уже плотно что с какого месяца с мая с мая месяца с мая не сентября с мая а почему с мая потому что мы лето тоже будем тренировать потому что не будем делать зазоров в этих все кто нас видят имейте ввиду в городе борисове с мая месяца с четырех лет можно отдать своих детей надежные руки имейте ввиду вот ты вообще где тренируешься на данный момент цели на будущее сейчас лежащий у нас стоит пробой на голоден тим могилёвич 14 апреля все проезжайте короче задачи такие чтобы покорять дальнейших пьедестал почета в этом направлении на тебя какой вид спорта больше нравится именно вот из того что чистой мамой а почему не гребен почему не рукопашки вообще чем отличается такие виды спорта как греплинг это же борьба ммай та же самая борьба только уже с добиванием с руками с ногами и что у нас и рукопашка вот например два вида спорта рукопашный бой и мм и чем они вообще разнятся если не уделять внимание там микро нюанс вот мне-то расскажите то же самое в единоборствах вот но но микро нюансов нашим зрителям куча и больших нюансов много то бишь форма даже по времени два раунда по три минуты а в мм2 по 5 мама больше активно по правилам ведения боя больше но по правилам не за рукопашки чуть будет полегче в плане того что броски добивания никаких нету борьбы в партере нет то бишь в стойке двигаться всегда легче чем партой а когда ты двигаешься партой и потом стоишь в стойку у тебя дыхание перебивается это уже как бы большой фактор такой ну и мама счет больше вид спорта такой что он управлен именно борьбу в партере или партер или борьба или добивания рукопашка тому чтобы введением боя в стойке то бишь набирание очков ну понятно ясника ну давай тогда пробежимся по нашим вопросам которые я записал вот и бегло озвучим ответы с какого возраста ты начал тренироваться и по какой причине по какой причине ты начал заниматься вообще единоборствами скажи как говорил 9 лет ну как начало двухтысячных и как вся как молодежь потянулся в зал чисто тебя мотивировал уличная ситуация жизни или просто тебя запихнули родители или может не друзья 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 начали ходить я подчинку именно единоборство может быть еще другие какие-то виды спорта футбол хоккей нет гимнастика походил на плавание месяц и все пошел в единоборство с друзьями и до сих пор остался только один все друзья прекратили занятия но я двигаюсь уже по именно по спорту за здоровый образ жизни друзья не жалеют это что не бросили от и достиг таких высот ну не знаю жалеет не жалеет но я думаю какая-то такая вот знаете червь какой-то них сидит есть живет жаба называется черви жаба но это нормально ли дальше погнали вообще что тебя мотивировало начать выступать на соревнованиях именно соревнования через какой определенный период времени после тренировок когда ты начал тренироваться вот но тебя мотивировало выступать на соревнованиях или тебе сказали слушай дядька харе тут топтаться и пацанов мусолить давай вперед и да ну первое не мотивировало как бы это через сколько вообще через какого период и начал выступать на соревнованиях с момента тренировочного процесса в спортивном клубе Феникс. А именно Феникс? А ты же первый клуб начал, какой спортивный клуб? Ну вообще как бы по детству я выступал в самбо, потом ушел в армию, в армию выступал. И с армии, когда уже пришел, уехал в Питер, занимался год в Питере. И первый клуб, который у меня был, это клуб Аллигатор. А выступать какого вида спорта начал? Самбо? Вообще самбо дюдо, да, это моя база была. Да, потом начал ударными видами у Шакуты Дмитрия заниматься в... Мы сейчас вот в спортивном клубе Шок, но это было 32-14. И после окончания службы уехал в Питер, и уже в Питере начал смешанными наборствами. И боевое самбо. Так что тебя мотивировало, или кто тебя может подтолкнул? Мотивировало, надо было выбирать какую-то работу. Так сколько тебе лет было, что тебе пришлось выбирать какую-то работу? Ну, 20 после армии. Ну, пришлось что-то выбирать. Ну, или идти на какой-то завод, или... Я немножко прослушал, где ты служил? 32-14. Ну, оно все понятно. Пришлось это выбирать. Тут других вариантов почти нету, чем заниматься дальше. То ли в охрану идти, то ли... Да, да. Или двигаться по спорту. Тренером работают, так что, молодец. Ну, я вот подумал, зачем терять... И сюда физкультуры закачивал? Ну, вот сейчас учусь на четвертом курсе. То бишь, четвертый, пятый курс, и все. Молодец. Ну, и пришлось выбирать, я выбрал спорт. Короче, все правильно направление пошел. Да. Молодец. У меня такой вопрос. Что ты испытываешь, когда выигрываешь чемпионат или проигрываешь? Начнем с того, что что ты испытываешь, когда выиграешь чемпионат? Какое у тебя душевное удовлетворение, например? Вот я, например, когда выступал раньше, это было в 90-е годы, в 95-96 год, в 97-й, я когда выиграл чемпионат, я, ну, такой, как будто, знаешь, на ступеньку выше своей жизни становился, и окружение меня как-то больше ценить стало, и, честно говоря, такая есть фраза, как корону одеваем мы, вот, но я эту корону старался дома оставить, чтобы пацаны уважали. Вот, что ты чувствовал вообще, тогда, когда на соревнованиях своих занимался, заходил на пьедестал по счету? И вообще, ты как, третье место, второе, первое, или ты сразу же прыганул на первое, скажи? Ну, до армии, я смогу признаться, очень плохо выступал, то бишь, у меня преследовало, всегда выходил в финал, всегда вторым или третьим, то бишь, первым. А в армии, короче, дали? Ну, в армии дали, не дали, ну, после армии, вот, когда уехал в Питер, у меня пошли очень, ну, как бы, под... Нормальный урок? Двигайся чуть-чуть. Спорт поднялся на уровень у меня, и начал выступать, ну, как ты говоришь, что у тебя друзья начали ценить, но, я думаю, с моими заслугами, что я больше, там, начал, знаешь, перепрыгать все, там, через голову, через две, через три, я думаю... А за счет чего ты нашел перепрыгать? Уже какой-то у них негатив. Да, вот, маленький, маленький пример, вот, тем людям, которые, например, служат в 32-14, потому что мы-то знаем, что там все нормальные пацаны служат, но многие, выходя из 32-14, таких результатов и достижений по жизни не добиваются, как ты, ну, я не знаю, даже по процентности 99,9 и так далее, вот, не считая, там, хороших спортсменов. Вот что надо делать в армии, вот, как ты говорил, чтобы достичь, вот, например, ну, мотивации, чтобы была и этих результатов? Нет, как бы в армии надо служить, а потом, ну, конечно, не останавливаться, заниматься спортом, потому что, как многие говорят, нет времени даже там заниматься, ну, даже по себе могу сказать, что очень много времени они именно уделяют именно спорту, в частности, рукопашному году, участвуют на всех соревнованиях, у них очень много сборов, и, как бы, если ты себя зарекомендуешь, как спортсмен, понятно, что, если ты будешь от болты ходить, просто, как, сочковать там, то, конечно, ты... Ну, это, в реальности, потерянное будет время, зачем? Я вообще считаю, что, если в армию пошел, то надо ее провести, то есть прослужить, с пользой со временем, да. Вот, в армию обязательно надо идти, для того, чтобы быть защитником нашего, нашей страны, это, в первую очередь, и, во-вторых, я считаю, что армия – это один из институтов, университетов, которые ты получаешь какое-то образование, даже вот этот вот спецназ, МВД, там, ВДВ и все другие службы, которые армейские, они – это какое-то уже образование, потому что, выйдя оттуда, ты уже сможешь быть минимум охранником, квалифицированным, тебя везде возьмут, или в милицию пойти, или, например, с городов сказать, что я служил в армии в 32-ке, или там, в спецназе, например, или в этом самом, в Марьиной Горке у нас там, ВДВшники, вот. И спокойно можешь открыть свой спортивный клуб и сказать, что пацаны, имейте в виду, я служил, я знаю, я умею, не то, что просто кто-то захотел с бухты-баракты, с института управления или института, например, там, художественной и ДТП, сказать, что я хочу спортом заняться. Молодец! Вот, и ты мне дорассказал вообще, твое ощущение, когда ты выиграешь чемпионат, соревнования, как ты себя чувствуешь вообще? Ну, как бы уже… Душевно? На камеру раньше говорил, уже эйфории такой нету. На нашу камеру ты не говорил. Эйфории уже такой нету, то бишь, я уже как, не знаю, как перерост это… Ну, и мы имеем в виду тот момент, когда тогда. Ну, вот на чемпионаты мира… Не сегодня. Сегодня тебе это уже по барабану. Тебе самая главная семья. Поздравляю тебя с рождением ребенка. Хорошее дело. Вот, молодец, кстати, имейте в виду… Скоро уже, скоро выйдет на ковер. Да, выйдет на ковер новый боец. Я уже по соцсетям наблюдаю, так и надо продолжать движение. Так что ты ощущал? Ну, эйфория, конечно, в первую очередь, что весь труд прошел не на смарт, вся подготовка, которая проходила. Ну, конечно, когда проигрываешь, есть какая-то обида. Ну, от этого еще больше стремление тренироваться. Ну, просто, понимаешь, она… Вот это стремление тренироваться, оно есть на момент, когда ты проиграл. То бишь, проходит месяц, и вот этот уже спад проходит. Но главное – оставаться в тонусе. Ну, ты молодец, я наблюдал, да, в течение двух лет. Ты когда проигрывал, ты даже говорил, что ребята… Ну, как бы, речь такую оправдательную, имейте в виду, я не стесняюсь, я проиграл. Но имейте в виду, что я еще выйду и… Ну, это право бои любительские, то бишь… Да не важно, какие соревнования. Не, я понимаю, я понимаю, неважно, но… Не огорчаться, не расстраиваться, а мотивировать себя только на победу дальнейшего борща. И стать на пьедестал выше меня. Ну, пока марку держу вот уже на протяжении пяти лет. По всем разным видам спорта. Артем, а ты вообще как себя чувствуешь на проигрышах, на выигрышах? У тебя вообще проигрышов много было? В финале все почти. Ну, у него… Ну, еще есть с чему расти. А то сразу же хлоп на пьедестал почета на первое место тоже не совсем интересно, да? Вот почему я люблю, когда ученики начинают как бы с поражения, вот как у меня было в детстве. Потому что если они начинают с побед, у них сразу триумф, там… Мания величия. Мания величия, да. А потом идут поражения. Даже еще и бросают вид спорта. Да, да, да. Потому что считают, что они этого добились. Все должно быть поэтапно, правильно? Конечно. Потому что я тоже замечу. Лучше вообще первый вид, когда ты успеешь вообще проиграть. И потом уже выясняется, останешься ты в спорте или нет. Потому что многие бросают из-за этого. Себя еще надо как-то… Кто-то характер смотрит. Да, и тренер еще должен правильно преподнести, по какой причине. Ты проиграл, чтобы пацан не сказал, я проиграл, и я неудачник, и лошара, и слабак, и соскочит. Тут еще подход тренера. Потому что некоторый тренер придет, скажет после боя, да тряпкой ты, вали отсюда, в спортзал. А другой скажет, да красавище, пробился, хорошо бой. Просто чуть-чуть не получилось. Потому что в судействе всегда у нас получается, кто-то должен выиграть, кто-то проиграть. Ничьи… Только я могу в своем спортивном клубе детям отдавать все время ничья, 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 ничья. Чтобы дети довольны с двумя первыми местами ушли. Да ребята, забирайте медали. Спокойненько. Ну, на двух чемпионатах выступал, и на двух был вторым, проиграл одному и тому же человеку. Ну, ты вообще прислушивайся к фразам мотивации и к уроку жизни своего учителя. Вот. Чтобы он, например, тебе рассказывает, что на своих ошибках и как надо правильно себя мотивировать к дальнейшим результатам. Естественно. Молодец. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Цель твоего дальнейшего спортивного выступления? Ну, цель ты понимаешь, я понимаю, что уже много всего достиг. Но вообще, что ты видишь, какие горизонты впереди? Хотелось бы видеть… Ну, хотелось бы видеть вот в этом году, в 2017, планы обширные. Вот сейчас даже буквально через полчаса… И только я тебя попрошу, в камеру не говори. Например, мы же будут там слушать вся Республика Беларусь и мировое сообщество. Посекретнейши немножечко. Хорошо. А то раскроешь планы, начнут там уже… Не, любительское понятно, что через полчаса буквально поедем в университет физической культуры. Через полчаса. Да, через Николай и Павлом будем биться за то, кто будет представлять нашу республику на чемпионате мира, который уже буквально через двадцать дней будет. За путевку на чемпионат мира. Да, в Москве. По рукопашному бою. Да, неофициальный старт будет. Будет все в закрытом режиме, так как он выиграл первую республику. Но я тогда пропустил порядок обстоятельств. А более глобальный, более глобальный, вот вообще ты как считаешь… Какие дальнейшие… Вот, например, посмотрим не на ближайший чемпионат мира, который тебе уже не впервой, а, например, на развитие год или там пятилетку вперед, ну… Ну, год, пятилетку вперед, ждем сейчас… Как бы, ну это секрет, как бы, секрет мой и тренера моего непосредственно, Максим Анатольевич. Ну, тогда не раскрывай секрет. Да, ждем пока до мая. Ну, спортивный рост вы планируете, да? Конечно. Там сразу спортивный рост такой, что на пару голов прыгаем вперед. Ну, как бы, в мае, если все сольется, то… Ну, это будет анонсировано и будет, как бы… На данный момент, как я понял, ты тренируешься в спортивном клубе «Феникс». Сам же создал спортивный клуб «Ант». Да. Вот, ты тренируешься, выступаешь за «Феникс» и за «Ант», да? За «Феникс», за «Ант», но я еще же тренирую в одном клубе, называется… Не будем говорить? Не надо, не надо, не надо. Чего? Потом разберемся. Потом, хорошо. Вот, ты тренируешься и «Феникс» и «Ант», правильно? Да, да. А тренер твой кто? Корольков Максим? Корольков Максим. Непосредственно мой тренер. Ну, ряд у нас еще, штаб большой тренирует. Именно парни, которые приходят, тренируют борьбу, которые тренируют руки, которые тренируют руки-ноги. Это непосредственно в его почте. Ну, вообще, скажи, пожалуйста, ну, конечно, не хотелось бы… Это дело сегодняшнего дня и сегодняшнего случая. Какие спортивные клубы входят в тройку лучших в Республике Беларусь в вашем направлении? Ну, двойку точно скажу. Это «Феникс» и «Аквариум». А кто? «Феникс» или «Аквариум»? Про то, что я на соревнованиях все время наблюдаю в последнее время. Первое общекомандное место занял спортивный клуб «Феникс». Хлоп. Кузне «Аквариум» занял второе место. Потом это, например, в детях. Потом сразу же переходим к награждению взрослых. Все наоборот. «Феникс» становится на второе место в пьедестале «Почёла». «Аквариум» становится на первое. На других соревнованиях все наоборот и так далее. Такая вот движуха. С одной стороны, она тут прикольная. Ну, вообще-то, по детям точно «Феникс» всегда становится. Потому что у нас больше участников. А по мужчинам в последнее время становится «Аквариум». Потому что «Аквариум» сейчас находится на базе университета физкультуры. И они забирают всех. Ну, представляете, все спортсмены. Они берут их себе на вооружение. И они выступают за них. А «Феникс» кто вообще? Ну, «Третий» вообще много клубов. Ну, так сразу не скажу. Ну, по рукопашному бою, например, последний старт был. Ну, если не скажешь, тогда не говори. Последний старт, который был, это, конечно, 32-14. Потому что это их база. Например, там... Ну, я даже не могу сказать по другим видам спорта. Потому что все клубы подтягиваются именно вот к этим двум клубам. Скажи, у тебя какие дальнейшие планы продолжать выступать или тренировать? Вообще, как ты смотришь на дальнейшее будущее? Мы-то знаем, что ты выступаешь в дальнейшем. Ты вообще видишь свое дальнейшее будущее в профессиональном спортсмене или хорошем авторитетном тренере? Ну, по-любому выступать буду и тренировать. Хотелось бы находиться как в ринге, так и на углу ринге. Потому что... Ну, совмещение... Или, может быть, планируешь на завод пойти? Нет, совмещение... Ну, а что, если там будут нормально платить? Ну, так я думаю, тут еще больше будут платить. Ну, будем надеяться. Не, ну, как бы хотелось расти как и спортсменом, так и тренером. Короче, это полноценное. Вести два направления. И достойно представлять Республику Беларусь на международном формате. Конечно. Вот, на педестале почета. И воспитывать поколение нашей страны для того, чтобы тебя, вот как вот его, Артема, воспитываешь и даешь дорогу. Я так понял, вообще, у тебя там вообще сколько хороших спортсменов тренируешься? И вообще, есть ли перспективы у них недаличные? Ну, хороших человек десять, это которая самая перспективная. Но остальные подтягиваются. Как бы не могу там выделить никого так в большую степень. Ну, кроме вот двух братьев и там еще есть... У тебя брат, да, еще? Тоже выступает? Брат-близнец. Тоже выступает. Ну, брат вот в Китае летал, ну, там не очень удачно выступил так. Ну, там свои нюансы. Когда все время хорошо, я работаю в университете Бунту, старшим преподавателем кафедры спорта. Вот у нас начальник всегда говорит такое, когда все время хорошо, тоже плохо. Так что все время должны быть взлеты и падения для того, чтобы целеустремление было. Надо, видишь, расти в разных направлениях. Ну, даже вот видишь, ты тоже не просто. Да, да, да. Не просто тут. Да, я не просто тут. Скажи, Артем, ты вообще свое дальнейшее будущее, спортивное, как планируешь, ну, например, в стадии развития стать таким же спортсменом великим, как Эдуард? Да. Да. Какие у тебя планы приблизительные? Приблизительные, хотя бы такие беглые? Ну, чтобы выйти в профессиональный рейлбург. Профессиональный рейлбург. Дубль два у него уже получается. А вообще, тренером хочешь стоять, нет? Ну, они сейчас будут, я планирую их совмещать. Вот, детские группы, я же не смогу всех вести. По ряду причин, что я постоянно в Минске нахожусь. И они с братом будут замечать меня. Молодцы. Правильно. Вот оно, вот оно, вот оно, правильное направление, правильное воспитание. Я имею в виду то, что спортсмен добивается результатов, потом становится тренером, потом он воспитывает своих спортсменов. Вот, и свои же спортсмены, которые у него тренируются, переходят в стадию тренерского. Идет... Заш. За то, что идет движуха вообще в реальности. Развитие. Развитие спорта в Республике Беларусь. Вот. Молодцы, ребята. А то просто, если даже потренировался, повыступал, и потом это кинул и бросил, это не совсем правильно. Вот. Надо дальше продолжать. А потом встречаешь его? Тебе сколько лет я забыл? Двадцать три. Двадцать три. А потом встречаешь его? Жена есть? Нету. Пока что нету. Встречаешь с бутылкой, он такой, да я вот был спортсменом. Вот, конечно. Я был спортсменом. И начинает рассказывать, какой он крутой и т.д. Ну, это нормальное явление. Вот. Молодцы. Так. Скажите, подходим немножко к завершению нашего разговора. Что бы вы могли бы посоветовать тем молодым людям, не спортсменам, а те, которые, например, только планируют, или хотят, или вообще, ну, в планах заняться каким-нибудь видом спорта. Что вы, может быть, посоветуете им, в каком направлении вида спорта, или вообще заниматься или не заниматься видом спорта. Что-нибудь есть какие-нибудь рекомендации? Ну, конечно. Вообще, в первую очередь, заниматься, даже если вы не собираетесь выступать на профессиональной арене, как многие стремятся к этому. Хотя бы для поддержания своего организма в тонусе. Здоровье? Конечно. Надо заниматься не... Я не говорю сейчас именно смешанные единоборства, как, ну, выбрали мы свой путь. Даже плавание, гимнастика, ну... То, что вас будет... Спорт надо поддержать. Держать по-любому. Конечно. По-любому. Ну, в реальности я считаю, что единоборствами надо по-любому заниматься. Самооборона. Да, это самооборона. Потому что, как говорится, сегодня тихо, спокойно, а через секунду, я не говорю уже завтра, может быть какие-нибудь проблемы по жизни. Потому что некоторые, многие игнорируют эту ситуацию, говорят, да нет, у меня все нормально, мне никто не трогает. А потом в реальности приходят с фингалом под глазом. Правильно? Вот. И, да, я хотел еще такую тему затронуть. Травматизм. Некоторые думают, что в реальности единоборство это такой вид спорта, где там бьют, ломают, зубы выбивают, носы ломают, переломы, да и т.п. Со своей точки зрения, со своей мировоззрения, скажи, пожалуйста, у тебя относительно, ты прошел такой большой путь. Были какие-нибудь серьезные травмы или ничего страшного в данной ситуации этого вида спорта нет? Ну, травмы, наверное, у всех есть. Какого спортсмена не возьми. Ну, в любом виде в спорте. Да, есть большие травмы, которые уже по-любому надо завершать карьеру. Но есть такие травмы, например, там, даже, как ты говоришь, что-то сломано, это только стимулирует. То бишь, ну, на твое возвращение. Я не знаю, например, я сижу, когда без спорта, какую-нибудь неделю, когда мне тренер дает отдохнуть после соревнований, уже все равно тянет в зал. Или даже не в зал, даже пойти пробежаться. Ну, я имею в виду про травмы. Вот вообще, вот смотря на тебя, ты вроде бы тренируешься, вроде бы все нормально. Ну, вроде все нормально. Вот, во время тренировочного процесса, какие травмы, ушибы существенные есть? Или можно заниматься без особых, ну, грамм? Я вообще считаю, что если грамотный тренер профессионально подходит к тренировочному процессу, если бы он контролирует именно состав участников тренировочного процесса, я имею в виду пары, правильно, грамотно ставит, нельзя ни в коем случае ставить слабого сильным. Потому что, во-первых, сильному будет это неинтересно, работать с лохами. Вот, а слабому будет проблематично, он будет ломаться, сильно его будут калечить. То есть, если грамм надо поставить тренировочный процесс и давать определенное задание, вот я, например, в тайском боксе у себя ребятам говорю, ни в коем случае не наносим удар коленом в голову. Они такие, а почему? Я говорю, да потому что, во-первых, на тренировке вы можете травмировать челюсть, зубы, нос. Все, зачем вам это надо? Во-вторых, это даже в уличной ситуации, если это будете применять, то это приведет к разборкам потом уже в суде. Нафига это надо? Лучше, если работать коленом, работать чисто корпус. Вот это называется, как говорится, следить за исключением травматизма на тренировочном процессе и так далее. Например, я говорю там, например, ребята, особенно в детской спортивной секции я говорю всегда, ни в коем случае дети не работаем удары в голову. У меня возрастная категория от 5 лет и возрастной категории от 5 до 10 лет я запрещаю категорически наносить удары в голову. Я не говорю даже про удары ногами, я говорю про удары руками в голову. Но если только в виде исключения подготовка на соревнования, там уже не без этого. И благодаря грамотному построенному тренировочному процессу можно вообще тренироваться как общеобразовательный вид спорта и физкультуры, согласись. Ну конечно. И смотря на тебя, нос-то целый, ну наверно был потравмирован немножко, зубы на месте. Вообще можно заниматься как бы без травм. Ну без травм сейчас никуда, вы даже можете идти на прямой дороге упасть и будет уже травма. Ну это да. Ну естественно сейчас травм. Футбол, хоккей, все это. И я не без травм, и сейчас я на травме, ну как бы это все как бы стимулирует. Ну не знаю как кого, это характер, у каждого характер разный. У каждого человека тут нос чуть-чуть потекла кровь, мама уже на следующую тренировку его не отпускает. Короче не надо загоняться, когда произошла какая-то травма. Не надо загоняться. Не только тебе, не только и родителям. Потому что, вот что меня удивило в Питере, это вот родители, дети уходят со слезами с тренировки. Потому что и тяжело, и тренер жестко там и растягивает, и там еще и били лаптя давали по жопе. Но родители присутствовали, все видели, и на следующую тренировку они чуть ли не за уши тащат. У нас же наоборот, вы ребенка напрягли сильно, у него там, блин, я не знаю, судорога какая-нибудь на ноге схватила, температура поднялась. Разные, разные родители. Не мог заснуть после первой тренировки. Ну это ж организм, каждый организм подстраивается по-разному. У тебя что по травматизму? Как ты считаешь? Из этого вида спорта. Не без этого. Не без этого. Серьезные травмы были, нет? Хорошо, ребята. Скажите, пожалуйста, у вас есть вообще какой-нибудь девиз по жизни там, например, или спортивный девиз? Да, дальше лучше. Дальше лучше. А что он вообще? Ну что значит, ты не должен восстанавливаться, а что даже если у тебя сегодня какая-то неприятность или там поражение, то что дальше надо надеяться на лучшее. И двигаться только вперед, ты будешь не оборачиваться назад. Потому что если ты оборачиваешься назад, это даже те же люди, которые идут с тобой постоянно вместе. Если они отсеиваются, если ты вот вернешься посмотреть за ними, то ты можешь с ними остаться, правильно? Ну что? Ну молодцы. Надо двигаться только вперед. Вы вообще помимо своего вида спорта, какие-нибудь хобби у вас есть? Что-нибудь там для того, чтобы мозг разгрузить от ударной техники? Нет, у меня хобби это спорт, потому что постоянно нахожусь в Тонарсе, между Борисовым и Минском. Ну если только семья, нахождение в кругу семьи, это небольшое хобби. А ты как? Каждый день тоже тренируемся. А другие какие-нибудь виды спорта? Что-нибудь там настольный теннис, там бильярд, там футбол, что-нибудь поддержишь? Сейчас тоже нет. Раньше переграли? Нету на это время, да? Работа. Ну молодцы, ребята. Так, ну что, мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Вот. Хотел бы от нашего спортивного магазина, спортивный магазин Big Sport. Я являюсь директором, Денис Владимирович Самосеевич. Сказать, что ребята молодцы. Вот. Двигаются в правильном направлении. Вот. И мы являемся спортивный магазин Big Sport партнерами, и, как такое слово, спонсорами этих наших спортсменов, и других также спортивных клубов. Вот. Развиваем спорт в Республике Беларусь. Сегодня, на данный момент, они этого еще не знают, но по итогам последних выступлений на чемпионате, на Кубке Республики Беларусь по рукопашному бою, они заняли лидирующие места. Маленький, как говорится, подарочек. Вот. Чтобы вы не всегда били в голову, иногда бейте в мяч. О, спасибо. Спасибо. Рад. Значит, я вам... В волевоме хорошо. Да. Вы можете поменяться. Как определить, решите. Вот. У нас есть майка. Эдуард уже в ней присутствует. Подаришь какого-нибудь спортсмена или в пляжный сезон будешь белую носить. Тебе красного цвета. Спасибо. Временная маечка. Значит, я хотел бы вам вручить благодарность от спортивного магазина Бег Спорт за активное сотрудничество в развитии спорта в Республике Беларусь. Спасибо, ребята. Молодцы. И два сертификата у нас есть. Мы уже Эдуарду готовим спортивный костюм от нашего спортивного магазина Бег Спорт и с логотипами спортивного клуба Феникс и Ант. И тебе также. Сегодня мы снимем мерки с тебя и будем тогда готовить. Так что это вам по сертификату, ребята. Спасибо. И в дальнейшем будущем будем максимально плодотворно помогать развивать вообще спорт в Республике Беларусь и вам делать движение в стадии дальнейшего развития. Спасибо. Очень рады сотрудничеству, что есть такие люди, которые помогают виду спорта. То есть не то, что там, ну массовому виду спорта. Спасибо. Благодарю. И хотел бы два слова сказать, что на данный момент с нами были одни из самых лучших спортсменов в Республике Беларусь. Это Эдуард Муравицкий и... Эдуард Муравицкий. Да. С вами был Денис Владимирович Самусевич, спортивный магазин Биг Спорт. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересней. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут представлены перчатки боксерские, разных видов защита ног, перчатки для MMA, капы, бинты, вот. А также у нас очень большой ассортимент товаров для фитнеса, товары для тяжелой атлетики, игровые виды спорта, туризм и так далее. Короче, если вам нужны какие-нибудь спортивные товары, имейте ввиду, обращайтесь только в наш спортивный магазин Биг Спорт, вот, и вы останетесь довольны по причине того, что мы сами руководством являемся управляющими этого магазина и все наши менеджеры по продажам, действующие или бывшие спортсмены, которые знают толк в спортивных товарах и грамотно и профессионально смогут вам рассказать, проконсультировать, подобрать экипировку для единоборств и другие спортивные товары. Так что, заходите к нам в гости по ссылочке, которая будет указана внизу в описании, спортивный магазин Биг Спорт и вы останетесь довольны. А с вами был Денис Самусевич, подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интересней. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok